Итак, всем привет, с вами Долгая, продолжаем играть в Францию, в Первую мировую. В прошлой серии началась уже война, особо она активно не происходит, да. Германия наступает в России, Астронгрия там же наступает, очень сильно она глохнет в Сербии и Черногории. Хотя вот здесь, допустим, она даже пробивается, но вот мы будем пытаться им помочь вот здесь вот. На воде мы войну выигрываем абсолютно, да, британцы еще и здесь успевают повоевать. А немцы, кстати говоря, конвои особо даже не топят, я заметил, да, там подводных лодок всего 23, здесь 7. На самом деле эсминцы, я думаю, переоценены в данный момент. А давайте дальше промышленность, наверное, качнем, да, плюс-минус. Танки тяжелые, можно было бы качнуть, но помните, там всего лишь полтора прорыва у этих танков. Скорее всего, там должно быть 15, но нам так нельзя сказать особо. Вот это можем взять, да, на истребители следующие взять, то есть вот этот мы докачиваем. С этим 100% бафом плюс бафом производителя мы можем взять истребители вторые 17-го года и тоже их начать производить. Потому что, ну, разница опять-таки вполне себе приятная, да. И в дальности, самое главное в статах, скорость тоже, потому что в чем проблема. Мы, конечно, перехватываем их, эти дирижабли, но мы их не забиваем вообще. Возможно, где-то когда-то мы их избили, да, ну-ка. Наши истребители, вражеские, перехвачены в 4300. Би-то, чуть-чуть сбиваем, ладно, но ультрамедленно, типа, да. Поэтому надо, надо качать их. И надо качать, конечно же, тактические бомбардировщики. Вот они скоро. И будут они уже, на самом деле, есть у нас в армии. Давайте, кстати говоря, вот так вот их переставим, самолеты, да. Один я все еще над Бенлюксом держу, потому что там тоже действуют они, вон, все говорят, сбили. Один повезло. Там тоже действуют, чтобы там не бомбили. И можно разворачивать тактические бомбардировщики тоже потихоньку. Прекрасно. Кстати говоря, давайте перекинем сотку истребителей во Францию, поможем французам. И туда же давайте тактикла закинем. Вот сюда только давайте, наверное. Будем и этим тоже помогать. Появится у нас аэштормовая атака. В боях. И наземная поддержка тоже в боях. Тоже очень важный параметр. Бам. Сбивать их пока, по-моему, особо нечем, да. У пехоты противовоздушной атаки 0. А аэстребителей здесь врагов не хватает. Так что, да, будем потихоньку. Такая с воздуха. Приятно. На Балканах, кстати говоря, проги контролируют воздух. Но, скорее всего, это только потому, что мы не можем поставить авиабазы сами. Кстати говоря, Болгария вступила на стороне центральных держав. И я думаю, нам отсюда стоит выходить. Как мы можем, потому что я не вижу здесь победы для нас. Мы не смогли прорваться сквозь эту провинцию. Соответственно, мы не смогли сюда завести нормальные войска. Соответственно, мы отходим домой. Ну, потому что здесь нам их никак не применить. Возможно, в будущем мы Румынию сможем позвать. И в Румынии мы уже заведем нормальные войска. Хотя нет, не заведем. Там Константинополь занят. Интересная ситуация. Но она начнет меняться со временем после того, как мы введем в дело танки. И еще я вижу, что нас артиллерии уже очень много. Давайте-ка чуть-чуть сократим производство. Минометы начнем сейчас делать. Бомбардировщик, конечно же, тоже нам надо делать. А, ну еще мы, кстати говоря, делаем Рено. На плюс время исследований. И в реальности роли... Ага, имела важные для поддержки. Так, круто. Только выбрали средние танки. Блин, надо было, видимо, легкие танки брать, да? Ну, по ощущениям, да. Тут задают только в базовую шоссе танки. Я так понимаю, это легкие танки, да? Вообще, кстати говоря, не поздно повернуть назад и начать качать их. Да? Потому что я вижу, что нам вот сюда, допустим, не применится этот баф на два года. А вот сюда применится. Так что давайте легкие танки. Давайте, остался один год. Ну, окей. Окей, все равно вот этот быстрее докачается. Редно так редно. Тем более, что с бафом прорыва я в противопехотной атаке. Да? У них еще и надежность побольше. А с бафом... С бафом у них и статы, я думаю, будут нормальные. Так что... Базовая шоссе танка. Окей. На самом деле мы таким образом... Вот этот вот баф потратили вообще никуда. Опережение в один год. Могли его потратить вот сюда, либо там куда-то вот сюда. Ну, видимо, никуда не потратим. Ну, и ладно. Это опыт. Потому что до этого я танками в этом моде и не успевал попользоваться. Здесь танки как бы не нужны. Точнее, как не нужны. Здесь нету таких бафов на танки. Так что во мне сильно хочется танки делать. А за Британию я еще не играл. То есть, в принципе, здесь только за Германию, наверное, я все играл. И там можно справляться без танков. А мне интересно, какие бафы на танки у Британии. Потому что у них тоже были очень хорошие танки, да. Ну-ка, Железная Кавалерия. Вот оно. Вот тоже оно. Но здесь нет такого опережения, да. Французы с их танками просто безумно сильны. Безумно сильны. Ой, кстати говоря, мы можем... Вот здесь вот пробиться вполне себе, да. Там все, две дивизии с поддержкой авиации. Мы очень уверенно пробиваем. Здесь вот минус 35,5%. А здесь у нас наоборот. Поддержка воздуха 6%. Так что, да. Авиация очень сильно решает на поле боя. Можем, кстати говоря, отправить авиацию в Россию, если там есть авиабазы. Там есть авиабазы, да. Но вроде как они и так справляются, да. Ну-ка. Ну, мало-мало. Можем докинуть туда самолетов. Соточку какую-нибудь казуальную, да. Вот это вот. Пускай помогают в России. А еще у нас начали люди подзаканчиваться. Поэтому давайте расширенный призыв поставим. Мы украли роту обеспечения. Ну, как обычно. Ничего нового. Что-то не меняется. Давайте сразу украдем опять. Время чертежа. Да, вот роту обеспечения. Эх, когда-нибудь мы украдем что-то полезное, а не технология, которая нам не нужна. Смотрите. Пакт со Стокгольмом. Немецкие колонии. Я помню, что если им отказать, то они пойдут в эти центральные державы. Поэтому давайте нет. Давайте нет. Потому что... Какая они усилят немцев? Немцы и так очень слабые. Они только теряют промышленность. По ходу войны. Я не понимаю, как это происходит. Албания вступила против Австро-Венгрии. А это значит что? То, что мы должны сюда просто моментально высылать войска дополнительные. И это мы и сделаем. Так, у нас есть база вершинства танка. Отлично. К сожалению, тогда вот этот год пошел туда. Сюда его не уже не закинуть. Сюда его пока рано закидывать и истребитель. Закинем нашу ячейку. То есть следуем сейчас вот эти вещи и будем проектировать наш первый танк. Да. Апнем нам тролли, апнем все. Начнем их строить. К этому моменту хотелось бы достроить наши военные заводы вот сюда. Давайте тогда вот так сделаем. Ну да, и наверное будет нормально. Вот сюда тоже хотелось бы увеличить. Здесь достаточно будет только одного завода. Хотя, ну да, будет достаточно. Здесь тоже поаккуратнее все. Так, гаубиц, гаубиц реально не хватает. Давайте гаубиц побольше сделаем. Посмотрим, сколько нам нужно будет минометов. А минометов нужно будет 800. Ну, в принципе, пускай будет 6. Не успели мы в Албанию. В Албанию захватили. И мы таким образом потеряли этот морской порт. Ну, теперь здесь есть итальянцы. Какая жалость. Теперь у нас есть вот этот морской порт. Отлично. Все говоря, надо расширить деятельность наших подлодок вот так вот. Потому что здесь все-таки турки тоже есть. И вместе с этим деятельность нашего, этого флота вот сюда. И можно переместить его вот сюда. Потому что я не заметил, чтобы Австрия свой флот выводила, да? Так что основные битвы, я думаю, теперь начнутся здесь. С турком, с Болгарией. Будем этим заниматься. Кстати говоря, можем ли мы здесь с подлодками проплыть? Нет. Я думаю, так вот, да. Мы тоже поставить не можем. Ну, окей, будем вот так вот действовать. С этими... Ну-ка, Китай воют с кем? С Китаем. Ясно. Как обычно. Ну, так вот будем контролировать море здесь. Можно, кстати говоря, уже турели сразу качать. Давайте так и сделаем. Там всего 200 дней, типа, да. Очень дорого. 227. Но нормально. Я думаю, нормально. Будем подкачивать. Танки этот... Тут это слишком дорого. Вот был бы этот баф здесь, было бы нормально. Но пока как есть. И докачается сейчас вот это вот. И мы сделаем первый проект и начнем их производить. А эту ячейку потратим, наверное... Наверное, вот сюда. Нет, сюда никуда не хочется тратить. Ну, в артиллерии, допустим. Причем, ребята, нам... Нам не нужна противотанковая атака. В немцев танков нету. А, смотрите, мы не можем, да? Это поставить. Легкая, нужна тогда фиксированная надстройка. Допустим. Допустим. В сфере, мы можем из этого сделать артиллерию. А если мы сделаем артиллерию, то что происходит? Подождите. Ага, гаубицы, гаубицы, допрещено на лёху. Так, окей, я понял. Я понял. Давайте сделаем себе и артиллерию. Мы все себе можем позволить. Да. Делаем все надежности побольше. Броня здесь дефолтная. Все дефолтная, как обычно. Надежности можно еще побольше. Можно, конечно, даже чуть-чуть двигателя и броню. Да. Наше ультимативное оружие Победы. Вот это, кстати говоря, сколько это стоит? А, просто это бесплатно. Да, тем более это бесплатно. Зато дешево. Вот это достаточно дешево, да? Так что пускай, пускай вот это будет наш танк Победы. Артиллерийский. Так. Давайте, допустим, пять. И нам теперь нужны танки Победы только легкие. Для этого делаем себе здесь двухместный турель. Делаем среднюю, получается, наверное, пушку. Ага, не дают нам среднюю пушку вставить. Улучшенная малая пушка. Что дает самую большую противопихотную танку? Оружие ближней поддержки. А это все еще... Нет, это легкий танк уже. Это уже легкий танк. Отлично. Вот такой вот у нас будет, наверное, легкий танк. С дополнительными пулеметами. Поехали. Это тоже будем сейчас производить. Вот наше оружие Победы готово. Нужно только его произвести. Давайте производство истребителей сократим, потому что нам, опять же, так много уже не нужно. Мы основную массу, которую мы победим, произвели. Да. Пехотное снаряжение тоже можно чуть-чуть подсократить. Нужно где-то что-то урезать. И артиллерию тоже, к сожалению, придется подсократить. У нас это же можно вот так сделать. Поехали производить танки. Ну, кстати говоря, закончились почти что слоты. Это приятно видеть, но в один момент нам нечего будет строить негде. Но в целом нормально, я думаю. Это поднять надо повыше. Нормально. Наш парень ушел в отставку. Вопрос, что мы можем... Кого можем поставить? Политка либо производительность верфи? Ну, политка вообще бесполезна, так что производительность верфи, я думаю. Скоро у нас здесь подлодки. Да, все еще сюда идут. Надо будет их отделить сейчас. Кстати говоря, мы неплохо сейчас подрались на флоте с османами. Это было приятно. Османский флот, видимо, уж слишком плох против нашего. Что и логично. И вот, наверное, какое-то такое чудо у нас пойдет в бой. Да. Возможно, даже вот так надо сделать. Ну, не. Ладно, здесь разница не сильно большая. Да. Или, ну-ка. Меньше организации, чуть больше атаки. Прорыв меньше. Нет, прорыв мы не можем обменивать. Вообще, даже на самом деле. Ну-ка. Вообще, даже по ощущениям надо так делать. И не мучиться с... Да, за две противопихотные атаки 20 прорыва. Это слишком дорого. Окей. Короче говоря, хотелось поделать САУ, но оно оказалось слишком... Хотя вот эта противопихотная атака бросила вот отсюда. Еще ее не хватает, да? Ну-ка, если мы обновим их вот так. То, что получится тогда с нашей танковой дивизией? Четыре. Четыре. Нет, 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 нет. Все. САУ здесь отпадает вообще как вариант. Делаем кучу легких танков. То есть моторизованная дивизия. И на самом деле даже вот так. И практика показала, что нам нужно для таких вот дивизий намного больше автотранспорта. Ну и легких танков, конечно же. Так что надо немножко сейчас будет нашу промышленность перенастроить на это все, да? Опять-таки вот так, наверное, сделать. Но это максимум. Пехотка вообще, на самом деле... Ладно, нет, давайте. Мы снизили. Мы так и оставим. Но, конечно, мы очень... Очень большой минус. Нет, надо повышать. Ладно. Мы начнем прорываться. Мы окажемся в жестком минусе. Пожалуй, как-то так. Это стоит оставить. Ну да. Ну, кстати говоря, уже можно миномета добавить. Давайте их и добавим. И нужно будет единственное потом подкачать им плюс атаку. Обязательно. Руманя хочет присоединиться к Антанте. Мы-то согласны, но... Есть одно но. Но нужно будет туда закинуть сейчас войска каким-то образом. Будем сейчас придумывать. Вертанцы, кстати говоря, высадились. Вот здесь вот каким-то образом. Это еще доступление Румынии здесь вот произошло. Давайте перебросим сюда свои войска каким-то образом тоже. Если это... Есть ли такая возможность? Как будто да. Будем пробовать. Мы, кстати говоря, выкачали... Теперь уже морские доктрины. И осталось буквально вот это вот. То, что мы не используем в авиационных. И наши танки скоро первые подойдут. На самом деле. Мы уже делаем по три в день. И это количество будет только увеличиваться. Здесь вот наши мы прибыли. Давайте будем пробовать пробиваться. Плюс надо бы сюда какую-то авиацию перебросить. А вот я уже вижу авиабазу. Мы ее забрали. И помогаем теперь авиации здесь. У нас есть новые башни. Значит, что? Значит, мы должны апгрейдить теории наши танки. Да. Трехместная турель. У нас больше прорыва. Стоит совсем чуточку дороже. Так что да, надо брать. И это все, что было в тихе. Кстати говоря, вопрос такой. Казуальный. Да, это просто трехместные турели для всех этих. Ну да, пройдем тогда. И делаем новый этот танчик с новой турели. Еще мы сделали третью пехотку. И уже ее сюда поставили. Пока у нас есть небольшой плюсик. По снаряжению пускай будет. Но на самом деле скоро здесь будет минус. Нам поэтому надо очень аккуратно. Кстати говоря, где большая часть теряется снаряжение? Я так полагаю, в Африке, да? А потери? Нет. В Италии, господи. Надо выйти из Италии. Все, Италию мы покидаем. Мы там горим. Мы и здесь горим. На самом деле. Но здесь мы вряд ли можно что-то с ним поделать. Ну да. Примерно ничего. Давайте сделаем вот так. Может, это поможет? Хотя вряд ли. Потому что я так смобилизовался, что можно было. Да, так не надо делать. Окей. Ну, что поделать? Нам надо составаться. А давайте вместо этого поставим потери за освещение. Минус. Не знаю, что ли отвезти часть войск отсюда. Просто британцы сюда на приводили войск. И из-за этого у нас такие проблемы. Жесть. Ладно, будем строить новые пункты снабжения. Что нам еще остается делать? Тут ничего. У нас новые истребители. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас было побольше здесь заводов. Но на танках и на тактических бомбардировщиков. Кстати, которые я хотел бы еще докинуть. Но авиабаз здесь больше нет. А, нет. Смотрите, здесь освободили места мне. Давайте тогда файтеров уберем отсюда. Больше тактических закинем вот сюда. Еще займемся нашим мэнпавером. Уберем вот этот дебаф. Поставим себе потом вот этот вещь. И можно будет потом с расширенного призыва обратно к ограниченному вернуться. Кстати говоря, здесь в Константинополе можно вполне себе зайти. Уверенно. Поэтому давайте сюда переедем. И попробуем пробиться. У нас шансы хорошие. Можно сюда как раз таки авиации побольше перебросить. Чтобы наше наступление поддержать. Вот мы делаем кучу артиллерий. И просто параллельно, я думаю, можно вот это исследовать. Артиллерия у нас просто безумно сильная. У нас просто, не знаю, враги, когда мы наступаем, просто прячутся где могут. Потому что артиллерия просто огромная. И у нас еще вот здесь вот по решениям бронепоезда скоро появятся первые. Как раз таки на балансам деле возможно это раньше взять. Чтобы побольше воспроизвести. Но все равно мы пока здесь особо не воюем. Не пробиваемся. Сильно большой импакт это не даст. А здесь и без них мы, я думаю, успешно справимся. Кстати говоря, вот мы в авиабазе себе подзахватились. Сюда можно завести новые самолеты. Очень это будет сейчас приятно. Ладно, на этом можно подзакончить серию. Мы начали использовать новое оружие. У нас теперь есть танки. У нас теперь есть бомбардировщики. Мы просто превосходим в количестве и в качестве немецкой армии, да. Уж очень они слабые какие-то по промышленности. Ну хоть сейчас немножко что-то подстроили, но все равно мало. По потерям, кстати говоря, мы равные. Забавно. Немцы, кстати говоря, нам каким-то образом 84 тысячи нанесли. Возможно, они здесь где-то сражаются тоже, хотя нет. Непонятно где. Но, в любом случае, сейчас доделаем орудия. Доделаем танки, да. И начнем наше полномасштабное наступление в Германию. С поддержкой танков и авиации. А с вами был Талкей. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.